Сделали чай, точнее не чай, а сделали вот такую грануляцию листа, перетёртая. Видите, она уже темнеет, потому что процесс ферментации начинается сразу. Вот такого вот манера будет эта система вся стоять. Марля, она впитает ровно столько влаги, сколько надо. И она будет вся влажная, но слегка. И вам не нужно будет контролировать влагу потом в этой марле. Мы так оставляем на разное количество времени, смотря какой уровень ферментации вы хотите. Зелёный чай, это может быть и 8 часов даже. И после 8, чем крепче хотите, тем дольше ферментируйте. Максимально, сколько я ферментировала, это 40, ну, пускай 48 часов, так скажем, но двое суток. То есть вот я сделала это днём сегодня, послезавтра днём я могу начать выкладывать этот чай на сушку. Смотрите по цвету листа. Цвет листа будет темнеть. Смотрите по, обязательно посматривайте на поверхность, потому что при определённых условиях, погодных, так скажем, климатических, в месте, где будет стоять этот чай, может начаться плесень. Поэтому плесень мы ни в коем случае не должны допускать, поэтому посматривайте. Вот сейчас водичку марля приберёт, вот здесь она уже сыроватенькая становится. Можно чуть побольше кусок, посматривайте, чтобы она не спадала с вашего чая. Вот так мы оставляем это дело для ферментации. Я оставлю его, не поверите в спальню, мне очень нравится запах, он будет пахнуть фруктами. Вот если вы абрикосы или ягоды какие-то сушите в сушилке, вот вкусный такой сладковатый, тёплый запах будет у вот этого чая ферментируемого. Ну и вот так он будет стоять. Имейте в виду, что с вот этих кончиков может начать подтекать водичка, чтобы у вас была поверхность не восприимчивая к этим вещам. Вот, и можно более плотной тканью накрыть, если вы хотите тоже. Ну мне достаточно вот этой марли, в общем, я так вот использую. Так вот делаю. А там смотрите сами. Не забудьте, я рассказываю вам, как делаю я. Да, и всё. А вы можете ещё информацию где-то почерпнуть, попробовать сделать и так, как я, и по-другому. Сами понимаете, да, тут каждый вправе себе придумывать сам свои ходы и решения, как сделать чай. О чае можно рассказывать бесконечно. Но попробуем вот так сделать. Значит, мы с вами заморозку достаём. Помните, мы лист замораживали? Вот так вот его чуть-чуть. И сейчас будем точно так же прокручивать его в мясорубке. Вот он такой. Кто мало собирает, можно пособирать по чуть-чуть, позаморозить, потом всё вместе сделать уже в мясорубке. Всё точно так же. Берём лист, его не размораживая. Прямо вот он заморожен, и так вот вы его и берёте. И сейчас про мясорубь. Замороженный лист крутится сложнее. Чуть сейчас не сломала мясорубку. Будьте осторожны и внимательны. Понемножку засовываем. Видите, он потому что более влаги больше содержит и прессуется сильнее. Может быть, у меня нож тупой. Может быть, я сама. Но, короче, ситуация в том, что я-то думаю всегда, что мой муж-то порёт, порёт и сделает мою мясорубку. А вы будьте предельно осторожны, потому что мясорубка всё-таки вещь не дешёвая. Ну, по крайней мере, по моим сейчас ценовым ощущениям. Вот. И знаете, что ещё хотела сказать? Когда у меня заканчивается чай, вот, свой, ну, это она происходит весной, обычно поздней, но бывает и по-всякому. У меня моя девочка всё время говорит, я ей наливаю чай другой, а она говорит мне, мамочка, я хочу твой чай. А Саша со мной так не церемонится, говорит, я не понял, почему чай закончился. Так что вот стараемся сделать максимальное количество. Короче, это ещё те танцы с бубнами. Берите сетку вот сюда, побольше, максимального размера, потому что вам размол особый не нужен же. О, я уже устала, честное слово. Еле прокрутила, ужас какой-то. Жмыхи, короче, все сюда тоже заложу. Немножечко примну, вот так, утрамбую чуть-чуть. И также закрою марлей. Стеклянные миски у меня закончились, поэтому это будет в пищевой, в пластиковой. Думаю, ничего страшного, мы это переживём. Если есть, конечно, у вас стеклянный, это лучше стеклянный. Так, вот так получилось. Это третья. Вот такой вот цветом. Стал наш чай. Сейчас я всё снимаю. Этот, который замороженный был, вот такой вот он. Это из замороженного листа. Так, этот чай из листа завяленного. Вот он такого цвета. Он такой плотный достаточно. Я буду сейчас его вилочкой перемешивать и укладывать на сушку. Вот наш чай. Для удобства я вывалила его в таз. Таз это мой пищевой. Так, я вам покажу, что. Вот это только два, да. А третий, который был из замороженного сырья, я буду сушить отдельно. Поэтому мне нужно как-то запомнить, да, что это отдельный чай будет, другой. Я их не буду смешивать. На свои круги я положу вот такую сеточку. Видите? Вот она. Это сеточка. Не даст чаю сильно проваливаться вниз. В принципе, он и так может не проваливаться. Ну, то есть проваливаться там частично, но это небольшая, как бы так сказать, небольшая просыпка должна быть. Вот. Но я, вот у меня есть такие сеточки, я их буду укладывать на каждый лист. Вот я буду укладывать сеточки. И сверху, которые у меня уже будет, если не хватать места, я положу без сеточки на круг. Но если что-то провалится, попадет все равно на круг сеткой и застрянет. Вот таким образом буду делать и сушить свой чай. Вот так. Вот такой он гранулированный получился. Слишком мелко его не рассыпайте, потому что он может проваливаться в ячейке от сушилки. Но кушки такие тоже не положите, поэтому вот прям слегка. Хоп, и все. Все, раскладываем. Вот так это получилось. Не засыпайте эти поддоны на самой сушилке. Видите, у меня провалился кусок внутрь. И это очень неприятно. И я думаю, что туда тоже все попало. Поддон надо снять, засыпать его и поставить на место. Так будет лучше, я думаю. Чай я сушу на температуре, на которой сушатся овощи. Почему? Она погорячее. Температура градусов, наверное, 40. Это как раз для продолжения ферментации. У меня будет чай все время, пока он совсем не высохнет, ферментироваться в 40 градусной температуре. Вот чай высох. Я его сначала сбрасываю с сетки в таз. Но суть этого процесса, я думаю, всем ясна. И потом уже рассыпаю по пакетам, всунутым в банки. Можно просто по пакетам рассыпать, как хотите. У меня еще есть языки и пакетики с застежками. Знаете, такие вот. Вот смотрите, вот такие коробочки. Вот такие пакетики. Вот они получаются какие. Есть разного размера. Есть поменьше. Вот эти самые большие. Ну, по крайней мере, которые у меня были. И две змеечки у них, видите. Змеечки многоразовые. Застегнули, расстегнули, нет проблем. Вот в такие пакетики тоже укладываю чай. Как хотите, этот чай может храниться. Но желательно, чтобы он хранился в темноте. Вот так получилось. Такой вот примерно объем. Что я делаю дальше? Видите цветочки? Я беру высушенный цвет. И вот таким образом... Ну, наверное, вы поняли, да, каким образом. Счищаю его с палочки. Палочка нам не нужна, а цветочки будут очень, так скажем, красиво смотреться в чае. Приятное вкрапление голубых лепесточков, этих фиолетово-голубых цветочков. Смотрите, чтобы вместе с ними не попали семенные коробочки уже скрученные. По причине того, что они у вас будут распушаться и давать пушинку. Это нам не нужно абсолютно. Учтите это. Вот получилось вот так. В общем-то, потом мы закручиваем вот так. И закрываем крышечкой. Вот такой презент от Елены с любовью. Так, но этого чая, конечно, мало. Получилась вот эта банка и вот это вот, две баночки. Этого, конечно же, мало. Поэтому мы будем делать еще и еще. Но чем мы ограничены в сборе? Мы, во-первых, ограничены количеством вот этих кругов. Потому что мне не нравится сушить без них. Видите, вот последний был даже просто со цветочками. И с цветами-то сетками. И все равно, видите, проваливается этот мусор достаточно много. Можно пылесосом его убрать, что я сейчас и сделаю. Ну, в общем-то, вот так. И еще момент такой, что у меня сейчас еще третья банка, помните, замороженного. Я его сушу отдельно. Он ферментировался, получается, часов на шесть больше, чем вот этот чай. И он будет другой по вкусу. Еще момент. Этот чай должен постоять. Его нельзя сразу пить. То есть он должен выстояться. Выстаиваются эти часы, эти чаи, как минимум месяц. То есть у него вкус... Нет, конечно, его можно пить сразу. Но вкус его разворачивается. Чем дольше он хранится, тем многограннее становится его вкус. Тем он становится шикарнее, можно сказать так. Главное его правильно досушить. Иначе он тоже может испортиться, как все сухие вещи, да, сыпучие. Во влажном положении, во влажном состоянии они прикроют негодность. Поэтому досушиваем, упаковываем и открываем зимой с удовольствием. Ну, или через месяц. Так как каждое наше видео делается достаточно долго, то я снова собрала лист. И делаю другим способом. Сейчас вам вкратце попробую рассказать прямо минутку. Значит, забиваем плотно в стеклянные банки лист, после того, как он 6 часов после сбора слегка обвярился. А лист этот, помимо того, что я завяливаю, я его еще и пытаюсь просеять через свой же извечный ящик, который я использую часто. Вот такая вещь остается. То есть это высохшие цветочки, там всякие еще, там, если что, какие-нибудь жучки, еще что-то попадается. Все это дело у нас с вами проваливается в эти дырки. И я это собираю вот сюда. Смотрим внимательно на гусениц, на все на свете вот такого рода, на улиток. Пересеиваем, смотрим на качество листа. Вот, например, видите, сидит красотка Мэри. Сразу туда. Даже если вы улитку с этого листа снимете, лист весь будет уже в слизи. Ну, как бы понятно, да, что. Лист не моем, потому что на поверхности листа находятся как раз те самые живые дрожжи, так скажем, которые заставляют наш лист, как это называется, опять забываю вечно это слово, ферментироваться. Так вот, для ферментации листу эта поверхность очень нужна. Так вот, тот налет, который есть на поверхности листа, вы его смоете, и ферментироваться чай уже не будет качественно. Так же, как он не будет качественно, потом вкусовой качество свой потеряет завариваться в вашей чашке. Так, перебирая лист, смотрим, выбираем все палочки, все ненужные веточки, все странные листочки. Все, что вот это, черненькое, это, так скажем, жизнедеятельность улиток этих. Мы тоже это дело все отбираем, выбрасываем, стараемся смотреть, там яйцекладки всякие бывают встречаются, еще что-то. Все это дело мы отбираем и перебираем. Потом заталкиваем в банки вот таким образом, платнехонько, вот как только можно, эти банки нужно затолкать, вот прям, чтобы у вас палец не влез туда. Я еще буду это поднаталкивать. Пока сейчас вот в это убираю. И закрываем крышками пластиковыми и ставим на 12 часов. Это предферментация, так называемая. То есть это ферментация первая. И сейчас я имею возможность выставить, выставить температуру правильную, потому что у меня сейчас брудер работает. Я поставлю эти банки в черные пакеты, поставлю в брудер, там как раз у меня 35 градусов сегодня. Вчера вывод был. То есть там 35, ну пускай будет 33 в углу. Вот. И в черной банке я могу его поставить на 12 часов. Что, соответственно, ровная температура, будет более-менее ровная, жаркая, какая нужна. То есть я надеюсь, что я смогу затолкать в банку так этот лист, чтобы у меня получилось все правильно. Продолжение ферментации происходит после того, как вы уже этот чай высушите даже. Сухая ферментация, так называемая. Поэтому как раз он и должен вылежаться у нас несколько, ну желательно месяц минимум. Но вообще, чай этот хранится до трех лет и более. И чем он дольше хранится, тем он шикарнее. Вот так я поставила банку в черном пакете. Вот так. Одну. И другую с той стороны в угол. У них вот это тепловые лампы. Змеиные. Керамические. Вот они спят уже, мои масявочки. Простите, ради бога. Вот у меня две банки было ферментированного чая. Ферментировала 24 часа. 12 часов в брудере с цыплятами. И это значит при где-то 30 выше температура. И 12 часов я ее оттуда вытащила с перепугу. Ферментировала просто при температуре в нашем гараже. Это примерно, ну пускай 17 градусов. Вот так вот получилось. В общем-то ферментация, так скажем, особо сильная не случилась. Лист был в принципе вялый. В желтый цвет чуть-чуть начинал отдавать, но не более чем. Поэтому я его весь перетерла повторно. Вот такой он получился влажный. Это без воды, без всего. Сами понимаете, просто пережеванный лист. И я две банки умудрилась затолкнуть в одну сейчас. Плотно. Вот таким образом я заталкиваю. Думаю, что мне хватит еще места здесь, для того, чтобы вот это все туда засунуть. Плотно-плотно. И поставлю еще на 12 часов в брудер опять. Хочу его как следует. Прям сильную ферментацию хочу. Вот такого цвета чай наш после ферментации еще одни сутки прошли. Чай стоял в брудере при 30 градусах. Приблизительно. В общем-то, сферментировался он не сильно в темный цвет. Как видите. Но все, я уже буду его сушить. Снова же это мой ручной чай. Моего ручного сжатия. Двое суток ферментации. На крышке испарено с внутренней стороны. Сейчас. Секунду. Вот. В общем, видно. Запах очень приятный, теплый, фруктовый. С широким горлом брать банку не нужно. Нужно сильно себя озадачить. Надо взять с узким и потом вот так вот вилкой шкандыбаться, полчаса выколупывая все это. И еще дополнительно полчаса еще утрамбовывая. Дай бог, чтобы у вас рука в банку влезла. Ну вот я о чем. Такую банку брать не надо. Это сильно упрощает задачу. Обязательно нужно заморочиться с такой. Так, ну все. Вот что получилось. Видите, он чуть-чуть покоричневел. Но, безусловно, не свежий зеленый лист. Безусловно, он прошел определенную стадию ферментации. Сейчас все будем сушить. Вот. Все поддоны заняты полностью. Закрываю крышкой. И сейчас включим. Вот такой режим сделаем. Самый горячий. Вот. В общем-то, такой чай темный стал в итоге. Я думаю, что он будет завариваться как черный. Почему я его снимаю сейчас уже? Потому как не нужно делать смородину. Лопнувшую смородину, переспелые ягоды. Очень хорошо для сушки, для чая. Это идеально. Если у вас смородина целая. Ну, на самом деле, ее помыло, конечно. Можно было бы и не мыть. Но у нас все-таки дожди и все на свете. Если она целая, она будет сохнуть очень долго. Как это выглядит. Смородинку разложили. Всего три подносика. Плотно не укладываем. Сетку использую. На самом нижнем подносе я использовала поддон для пастилы. Для того, чтобы вниз ничего не протекало и ничего не падало. Потом мыть будет проще. И снимать ягоды проще с сетки, чем с крупной вот этой вот решетки. Так, досушиваем ягоды сегодня опять. Вот они. В общем-то, не особо они высохли еще качественно. Поэтому досушиваем. Но вот уже видно, что они почти сухие. Ну, где-то 50% влаги из них вышло. Чай вот такой. Я его досушивала еще немножко. Сейчас он прям совсем, видите, черным выглядит. Сейчас я вам вынесу на дневной свет. Хотите посмотреть? Вот такой он при дневном свете. И его единственная проблема, я вижу, от гранулированного. Вот его очень сложно хранить. То есть, или вы сомнете листы, или нужно большой какой-то объем тары. Вот. Ну, ничего, мы сейчас в пакетике уберем в икеевские. Все будут аккуратно. Чуть-чуть подсажим. Столько чая ручной скрутки у нас получилось с вами. Спасибо вам большое. Вы меня стимулируете для того, чтобы делать что-то новое. Делала я так два года назад, у меня вышло хуже. Сейчас вышло, получилось получше. Пришлось что-то подучить, подсмотреть. И благодарю вас. У меня чай, потому что я хотела показать, как делается вам. Вот. Так что делайте, не бойтесь. Все у вас получится. И отдельное спасибо. Тетя Нина, а если смотрите наше видео, пакетики просто бомбические. С двойной змейкой плотные, очень хорошие. И идеальное место хранения для чая. Компактно, удобно, отлично. Ну, вот сколько мы чаев с вами назаготавливали на данный момент. Еще будут ягоды. Не забывайте, ягоды мы сушим любые. Можно сушить и малину, и клубнику, если есть, и черную смородину. Но имейте в виду, черную смородину или ягоды в оболочке лучше проколоть. У вас гораздо меньше потратится энергии на высушку их. И еще я сушу калину. Но это позднюю осенью, под заморозок практически. Я ее собираю и сушу уже в тряпочном мешочке на печке. Просто лежит у меня от мешочка, я его периодически потряхиваю. И все. Смотрите наш канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Еще есть колокольчик, если вы на него нажмете, вы будете видеть, когда у нас выходит видео. Обещаю не выпускать их в 4 часа утра, чтобы вас оно не подбеспокоило. И приятного чайпития. Не бойтесь делать что-то новое. Всего доброго.